привет ребята я хотела пойти в душ но моя мама заняла душ это что за сейчас было лоб у меня в тебе вопрос так вот и я такая думаю сделаю я видео я расскажу то что я написала сейчас в телеграме и я не буду пытаться сказать еще раз это я просто зачитаю потом дам еще комментарии по поводу я услышала мама начала поздравлять всех по телефону и я знаю что есть типа это не день мужчин это защитник отечества и есть мужской день вот день женский там история другая это день поздравления с тем что у женщины появились права если очень коротко вот типа не получили свободу от мужчин и я написала свое мнение по поводу этого так 8 марта это не день женщин что вот женщина существует ура 8 марта это день празднования женщины в том что они независимы от мужчин. Это основное. То есть женщины поздравляют женщин в этом. Мужчины поздравляют только в том случае, если они рады, что у женщины появились права. Что для меня видится реально странным. Это, как сказать, ура, другой человек теперь может писать, потому что права — это неотъемлемая часть человека с рождением вне зависимости каких-то внешних факторов. И реально это как базовая потребность. Без этого невозможно выжить. И для меня это как, типа, ура, другой человек может есть, писать, ну, типа, окей. И я допускаю, что такие чувствительные мужчины существуют. И тогда они, ну, да, конечно, поздравляют, если хотят. Но это необязательно. Тем более мужчины, у которых есть хотя бы маленькая, одна миллиардная процента того, что они не любят женщин. Тогда не обязаны и не поздравляют. Второе. Этот праздник странный для меня. 8 марта — это реально странный праздник для меня. Если у женщины нет прав, то я мертва. В таком мире нельзя существовать. Праздник поздравления психики второй половины человечества. Я бы скорее так это назвала, но это бьет по эго второй половине человечества, поэтому опять же мимо. Серьезно. Типа права — это неотъемлемая часть другого человека. Мне кажется, дело не в том, что у этой половины человечества отсутствуют права, а в том, что у другой половины человечества что-то было не так в мышлении. И теперь, ну, я не знаю, правильно сказала или нет, и теперь у них стала здоровая психика, стало здоровое мышление. И поздравлять с тем, что у них стала здоровая психика и здоровое мышление может быть можно, но мне кажется, что это будет бить по их эго самолюбии. Хотя это на самом деле реально прогресс, и это здорово. И вот мне кажется, на самом деле, да, с этим нужно поздравлять. Типа ура! вы начали видеть мир таким, какой он есть. Это здорово, это большой шок. И мне кажется, тем самым поздравлять с этим это как давать поощрение, а поощрение даётся тому, что правильно. Вот. То есть без поощрения это не будет зафиксировано. Вот. Так что как раз таки с этим нужно праздновать. Я переделаю немножечко пост. Так. Поэтому для меня этот праздник реально неадекватный. Ну, то есть я уже сейчас сделала вовольт, что это скорее празднование, что у другой половины человечества взгляд стал более кристальный, чистым, чем был до этого. И здорово, это их победа, это ура, это нельзя издеваться над такими людьми, это они молодцы. Вот. Равно как и в День Мужчин, который 19 ноября празднуется, что ура тем женщинам, которые стали, перестали дискриминировать мужчин, и они вылечились тем самым. Потому что по моему мнению, люди, которые дискриминируют кого-либо, им самим плохо, потому что они осознают, что они живут в мире, где кто-то там плохой, а это очень сложно жить в таком мире. Короче, они сами себе создают проблемы. Вот. И ура, что они перестали себе создавать проблемы. Это реально просто жизнь супер облегчается. Вот. Так. Про 23 февраля. Это День защитника Отечества. Я не разбираюсь в политике, не увлекаюсь, и это нормально, не обязательно каждый должен испытывать интерес к политике. Например, не всем так интересно здоровье, как и мне, и это окей. Поэтому я не знаю, кто кого защищает, какое Отечество, почему, как именно, каким образом и так далее. Я считаю, что человек, которому неинтересна политика, может не поздравлять и не отмечать этот день, и ему за это ничего не будет, даже никто не обидится, равно как можно не поздравлять в день маникюра всех работников этой профессии, потому что у всех свои интересы и уважение проявляются тем, что все позволяют друг другу иметь свои интересы. Вот. И ну, второй фактор это, наверное, время, что если поздравляем, постоянно всех поздравлять, на самом деле, это было бы круто, потому что у людей просто не было бы времени на негатив, а все постоянно думают, снова этот праздник, снова этот праздник, блин, и там праздник, и там праздник, и там, а праздников реально очень много, очень много, вот. Поэтому, ну, сейчас не так, но я думаю, в идеальном мире, а так будет, на самом деле, очень здорово тратить время на поздравления, вот. так что, я тогда меняю свою опинию, получается, 8 марта нужно поздравлять мужчин, которые перестали дискриминировать женщин, сложно, да, понять, кого именно поздравлять, 19 ноября нужно поздравлять женщин, которые перестали дискриминировать мужчин, а вообще нужно всех поздравлять и работников маникюра, и всех там, петь, вась, там, день имени такого-то, вот, и нужно жить праздниками, какая моя идея, ну, по-моему, это самое лучшее, да, мне там хочется иметь позитивный мир, это правильно. все, кстати, мама вышла из душа, поэтому я придумывается и видео как раз таки засняла. Всем прекрасного дня, спасибо, пока-пока. Так это получается, я должна сказать, что я поздравляю всех людей с Днем Защитника Отечества. Всех. Я не знаю, кого, я реально не знаю, я не понимаю, защищ... Я не знаю, что это значит, я не понимаю защитник. Все люди, которые считают, что не защищают Отечество, я вас поздравляю с этим. Ура! Ну и... Также... Продолжение следует...